Сегодня у меня на обзоре, возможно, что лучшие наушники до 100 долларов, и это OnePlus Buds 3. Посудите сами, в них есть кодек LHDC, полноценные двойные драйверы, а также хороший звук, куча фишек, режим шумоподавления и прозрачности. Также сегодня мы их сравним с AirPods Pro 2, который стоит около 250 долларов, и Sony VF-C500 за 60-70. Ну и, конечно же, во всем подробно разберемся. Поехали! Ну а я напоминаю про свой телеграм-канал, ссылочка будет в описании, сообщения не спамлю, в основном публикую только интересные новости из мира технологий, а также посты из жизни канала. Купил я Buds 3 на Яндекс.Маркете, вышли они примерно 8 тысяч рублей, и в целом там я беру все свои гаджеты, если найду приятные цены, то оставлю ссылку в описании. Приехали ко мне в OnePlus Buds 3, вот в такой вот бело-красной коробочке, на ней я ничего лишнего не нашел, ну а внутри оказались сами наушники, очень коротенький кабель, бумажки и амбушюры. В общем-то, дорогие мои, мне сегодня приехали в OnePlus Buds Pro 3 или Buds 3, я так и не понял, как их называть правильно, потому что от источника к источникам идут разные названия. Ну вот, к примеру, на Яндекс.Маркете, на котором я их покупал, они называются OnePlus Buds 3. Ну, не суть важна. В общем-то, что я понял за этот день? А то, что это очень даже хорошие наушники, особенно за те 8 тысяч рублей, которые я за них ходил. То есть, у них хороший звук, они даже неплохо работают с айфоном, на удивление. У них есть все современные фишки. Звучание, я бы даже сказал, что получше, чем у AirPods. Кейс от самих наушников сложно назвать каким-то компактным. Он чуть больше, чем у AirPods Pro 2 и значительно легче. Все в сборе это весит около 48 грамм. Выбор по цветам у OnePlus в этот раз небольшой, только черный и синий вариант есть. Что, конечно же, удручает. Хотелось бы увидеть белые наушники. Pro 2 мне в таком цвете очень понравились. Открывается этот кейс как ракушка. Похожий механизм есть и в Galaxy Buds. Тех же, например, Pro 2 или Galaxy Buds FE. В общем, они все открываются одинаково. Ну, скажем так, мне этот механизм вообще не нравится, им неудобно пользоваться. Кейс матовый. Привет глянцевым AirPods'ам, которые за недельку все исцарапываются в хлам. Здесь же все нормально, у меня кейс ни одной царапки не словил. А вот внутри он тоже матовый, но собирает отпечатки, будь здоров. По интерфейсам на кейсе все очень просто. Сзади есть USB-C для зарядки, спереди диод, а внутри, кроме углублений для наушников, еще есть кнопка сопряжения. Диод имеет три режима. Зеленый, обозначающий заряд кейса и наушников более 80%, оранжевый менее 80%, белый для сопряжения. Работают наушники как с iOS, так и с Android. Для подключения достаточно зажать кнопочку на кейсе. На зеленом роботе сразу же появляется окошко Google Fast Pair, ну а на айфоне придется пожмакать кнопочки. Ну а что их объединяет, так это необходимо скачать приложение Хаймелоди. Причем о посреднем вообще никто не сообщает никаким образом. Найти его в маркетах нереально, приходится лазать по редиту. Заряжаются наушники только по проводу, и это очень странно, ведь все-таки это флагман OnePlus, и вроде как присутствие беспроводной зарядки здесь вполне себе логично. Сами наушники выглядят необычно. По размерам и форме это самый обычный AirPods Pro, даже по форме они их повторяют. Единственное, ножка у OnePlus Buds 3 чуть потолще, и сами наушники очищаются чуть-чуть покрупнее в ушах. Внешняя часть глянцевая, внутренние матовые, собирают отпечатки все так же, как и кейс, что не очень хорошо. Амбушюры сменные, на выбор есть три вида, и они здесь максимально базовые. Мне, как обычно, подошли размеры M. Управление у OnePlus Buds 3 как будто бы из прошлого века. На ножке на фронтальной части есть два матовых поля, и это сенсор. Сейчас о них как раз и поговорим. Работает, как и у всех наушников флагманского сегмента, один тап, плей, пауза, двойной и тройной, переключение музыки. Есть еще два жеста. Взмахом вверх или вниз можно регулировать громкость музыки, а нажатием режим изоляции. Понятно, что все функции настраиваются в фирменном приложении. Другой вопрос, почему это прошлый век? Да потому что все уже используют сжатие ножки, которое намного интуитивнее. Так как сами наушники у нас внутриканальные, напоминающиеся вкладыши, в них есть все три основные режима. Это прозрачность, базовое и шумоподавление. Шумодав мне в них понравился. Он не давит на уши, как это делают те же AirPods, а также умеет работать с окружающей средой. На выбор есть три режима. Максимальный для метро или самолетов, обычный для шумных мест вроде улиц, и слабый для дома и офиса. Также можно включить умную настройку. Работают они именно так, как задумано, то есть наушники полностью справляются со своей задачей. Режим прозрачности также неплох, он передает все нужные звуки, единственное, что мне не понравилось, это звук воды. Наушники как будто бы отсекают половину частоты, и получается какое-то невнятное зрелище. Поговорим и про звук, ведь это самое главное в каждых наушниках. Скажу так, звучание OnePlus 3 удовлетворит где-то 80% пользователей. За наушники просят всего 70-80 баксов, в зависимости, где их брать, и требовать от них звучание уровня Sony VF-1000XM5 точно не стоит. Кроме стандартных кодеков AAC и SBC, сюда еще установили LHDC, что может многих порадовать. Также сюда запихнули двойные драйверы, на 10,4 мм для басов и 6 мм для высоких частот. Сравнивать я их буду с Sony VF-C500 и AirPods Pro 2, но ибо это единственные наушники, которые у меня сейчас есть на руках. И первое, что меня удивило, это запас громкости. Если все свои наушники я слушаю где-то на 50-60%, то этим можно спокойно ставить на 20-30 и кайфовать. Ну а по звуку все неоднозначно. Вроде как наушники хорошие, но местами Buds 3 проигрывают даже бюджетным VF-C500. Опишу каждые наушники и начнем мы с OnePlus Buds 3. Звук в них чистый, акустический, середина хорошо выражена, но не идеально, бывает и получше. Низы козырь этих наушников. Я наверное даже не ошибусь, сказав, что в OnePlus Buds 3 басы лучше, чем в VF-1000XM4. А вот с высокими здесь проблема. Да, звук все равно хороший, но BBK могла и лучше, как будто бы наушники программно задушили. Еще все портит местный эквалайзер, и это печально. Из интересного, здесь есть так называемый режим Golden Sound, который сканирует ушную раковину юзера и подстраивает звук под нее. Также в наличии OnePlus 3D Audio, это что-то вроде Dolby Audio в AirPods Pro, работает неплохо, но особо ни на что не влияет. Поговорим о Sony VF-C500. Это максимально бюджетные наушники, которые не имеют шумоподавления, режима прозрачности и так далее, и стоят около 60-70 долларов. Но самое главное, это хороший звук от Sony. То есть при помощи эквалайзера и при прямых руках эти наушники можно превратить, ну, чуть ли не в VF-1000XM4. Назвать их конкурентами даже в OnePlus Buds 3 невозможно, но вот верха в них на удивление поприятнее. Конечно, это все еще не уровень каких-нибудь VF-1000XM4, но хороший эквалайзер может творить чудеса. AirPods Pro 2 это вообще отдельная тема. Я бы сказал, что в этих наушниках самый чистый сбалансированный звук, а также больше всего фишек. Да, Buds 3 все еще далековато до статуса убийцы AirPods Pro 2, но и стоит поделивать BBK в разы меньше. А тут, конечно же, стоит делать скидку. А вот за 80 долларов это очень хорошие наушники. Подойдут Buds 3 скорее любителям хаоса, хип-хопа, попсы и прочих жанров. Для рок, альтернативы, а также кантри я их не советую. В приложении я также нашел игровой режим, бесшовное подключение между двумя устройствами, проверку посадки и поиск наушников. Микрофоны в Buds 3, грубо говоря, неплохие. Звук глуховатый, часто наушники зажевывают куски слов. Думаю, здесь активирован какой-нибудь режим подавления фоновых шумов, но как его выключить, загадка. С аккумулятором у наушников все очень хорошо. Без шумодава они живут где-то 10 часов, но с ним 6. Подзарядить OnePlus Buds 3 можно от кейса где-то от 4 до 5 раз, у меня получалось 8.9, естественно, не с 0 до 100. Bluetooth 5.3, на удивление, наушники очень хорошо работают с айфоном, подключаются быстрее яблочных подсов. С Android аналогично. Итоги. Кому подойдут OnePlus Buds 3? Преимущественно, это наушники для такого вот базированного пользователя. Ну и в завершении всего этого бардака хочется подвести какие-то итоги по OnePlus Buds 3. Понравились ли они мне? Да, понравились. Это хорошие наушники с приятным звучанием и кучей фишек. Лучше ли они AirPods Pro 2? Я думаю, нет, потому что находятся они по звуку примерно в одной категории. Да, AirPods Pro 2 дороже. Но я бы сказал, что это наушники, которые подходят под все виды музыки. И, к сожалению, они работают лучше, чем OnePlus Buds Pro 3, но Buds 3 имеют очень насыщенный звук, особенно низкие частоты. Мне понравились. Хотя я и говорил в обзоре, что они слишком пережаты. Но, в общем-то, OnePlus Buds 3 это очень хорошие наушники, и я бы, наверное, их вам порекомендовал купить. В них есть все, что нужно. Адаптивный шумодав, режим прозрачности, очень хороший звук, интуитивное управление и хорошее время работы. Да, они пытаются косить под флагманские варианты наличием кодеков, двойных драйверов, а также кучей настроек звука, но получается это слабо. Но при том, что стоят они немного, около 70-80 баксов, это вполне себе хороший вариант для большинства. И да, стоят они намного меньше конкурентов, работают хорошо не только с продукцией OnePlus. Оставлю ли я их себе в качестве основы? Возможно, ведь мои AirPods Pro стали работать намного хуже через годик. Плюс сейчас я планирую перебраться на Android, а с этой системой плоской техникой не в ладах, мягко говоря. Честно, я от наушников OnePlus ничего удивительного не ожидал, а они в целом смогли меня удивить. С тебя, как обычно. Лайк и подписка на канал, не забудь про мой телеграм-канал по ссылке в описании, там много всего интересного. Такая вот история. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok